Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Тирани, ну и как вы помните, в прошлый раз мы с вами начали осматривать Бастарда Вурану, вот этот вот подземный городок. Ну, а теперь, наверное, мы с вами его, ну, не знаю, не досмотрим, но продолжим. Поговорить со скованным игорным в распутье Литяны. Так, истинные примирения, найти хронику на ферме и дойти до распутья Литяны. Что-то нас прям активно туда, смотрите-ка, посылаются. Посылают, вернее. Хм. Ладно, ладно. Ну, это мы еще успеем. У нас с вами тут, смотрите, везде какие-нибудь ништяки валяются. И наверняка вот тут товарищи, которые все это охраняют, пресная кличка, захотят с нами поговорить. Если честно, ну, диалоги в игре написаны неплохо, но, не знаю, мне кажется, немного муторными. Все-таки не первая игра от обсидианов. Точнее, да, от обсидианов, которые я играю. Добро пожаловать в наше маленькое убежище, вершитель. Ты пришел помочь нам защищаться от погибелей. Пресная кличка отковыривает со своих поножей спекшуюся кровь. Она облачена в лоскутно-броневолых фурий. Погибели всегда вот так появляются. Добро пожаловать в мир нашей боли. По сравнению с тем, как погибели приходят и уходят, тебе телепорты за навесками в цветочек покажутся. К нашему счастью, зверолюдам похоже в кайф мочить погибелей. Они на посту могут простоять больше любого человека, а я ценю возможность поспать подольше. Куда ведет этот портал? Он переносит глубже в дикую часть старых стен. Мы туда отправляем патрули погибелей помочить, да зверолюдам когти поточить. Но нормальную карту так и не составили. Как ты получил это имя? Очень смешная история, да? Она хмурится. Они могли бы кое о чем и рассказывать новым призывникам хора, но хрена лысого, да. Ха! Фуга резко фыркает, прежде чем шлепнуть себя по губам и проглотить смешок. Похоже, кто-то крупно облажался, попросив голоса, а погоняли. Я права? Она качает головой и хихикает. Ну, прям это как тюрьма-старуха, дай колотушку. Тюрьма-старушка, дай колотушку, по-моему. Я могла бы стать, не знаю, обосракой или там кровавой болячкой, если бы чуть подождала. Да даже за днем было бы лучше. Пресная кличка, по-моему, нормально. Махальник. Чем конкретно ты тут занимаешься? Всем, что Махальник прикажет. Можешь считать меня его ученицей. Я читать умею, а таким не каждый похвастаться может. Это в чем-то тоньше, чем алая жатва хора. Я не против сменить стиль. Так значит, синий цвет в честь Махальника? В точечку. Этот говнюк разметал половину моей ватаги, так что теперь я за него дерусь. Таковы правила. Вот почему-то я думаю, голоса бы это одобрил. Правда, его одобрение мало чем отличается от гнева. Ладно, я пойду. О, портальчик открыл. А, интересненько. Интересненько. Вы видели это, да? Я надеюсь, вы видели это. А, она просто вот сюда перешла. Хорошо, ну а мы с вами хотим встретиться с этим самым нахальником-махальником. Кристаллы расположенные под напоминающим о сигеле могильного цвета углами мерцают в образ себя то слабое сияние, что доходит от глубины и что доходит в эти глубины, то могилы тераться. Хорошо, дядь, здравствуй. У пруда стоит потрепанный бородач. Веки его сомкнут, он явно погружен в раздумья, а лицо, с которым солнце и ветер обошлись безжалостно, изрыто глубокими морщинами. Длинные седые волосы взъерошены. Заслышав вас, он недовольно открывает один глаз. Хм? Я слыхал, ты уже говорил с другим нашим защитником. Яспасом. О том, насколько наше поселение законно. Лучше бы ты, конечно, сперва обратился ко мне, но если Яспас убедил тебя проявить милосердие, возможно, я даже подарю ему за это один день без уничижительных замечаний. Ладно, полдня. Благодарю вершителю. Я знал, что рано или поздно нас обнаружат, и представлял себе куда более кровопролитный исход. Тот редкий случай, когда я рад ошибиться. Жизнь в райме беззаботной не назовешь, и мы всегда полагали, что извне может прийти только смерть, а не помощь. Твое милосердие, дар, которым мы все вынуждены, все нуждаемся в эти нелегкие времена. Трудно поверить, но, возможно, твой приход предвещает нам лучшие дни. Мое появление дает вам надежду на лучшее будущее? К чему ты клонишь? Обычно мы избегаем контактов с чужаками, чтобы не навести их на след поселка. А сам я уйти никак не могу, слишком много забот. Однако за этими стенами имеются некоторые проблемы, и их надо решить. И поскольку я этим заняться не могу никак, возможно, ты согласишься оказать мне такую услугу. Зависит от того, что ты имеешь в виду. Где-то там, снаружи, осталась моя давняя соперница, книгачейка по имени Фойби. Он крутит в руках свой веревочный пояс и морщится. Да, мы из раздущих школ. И нет, речь идет не о давних неулаженных обидах. Я из тех, кто сам живет и дает жить другим, но... Она представляет угрозу для раны. Ей было известно о моих планах отправиться на север в поисках следов Каерны. Она может раскрыть наше местонахождение. Она может приволочь сюда толпу бездомных книгачиев, а за ними припрет сарава шпионов. Слишком рискованно она должна умереть. Он говорит об этом сухо и по-деловому. Самое сложное ее найти. У нас есть общая знакомая по имени Мелита. В это время года она обычно приезжала в распутье Литяны. Если они еще общаются, она скажет тебе, где ее искать. Сирана Бастарда будет перед тобой в долгу. А, я уж тем более. Могу ли я рассчитывать на твою помощь? Неужели эта книгачейка настолько опасна? Она опасна для тех, кто здесь живет. Эта женщина меня ненавидит. Я имел с ней дело в прошлом. Это была ошибка, и она никому не позволила уничтожить все, что мы здесь построили. То есть, он такой, она собирается спасти людей. Давай-ка ее прибьем, пока она этого не сделала. Ее школа уничтожена, и если она узнает о моих успехах здесь, то решит присвоить все мои исследования. И ни перед чем не остановится. Погубит рану, чтобы мне навредить. Так что я в своих словах уверен, Вершитель. Ну, я думаю, можно найти и поговорить с ней, конечно. Я ее найду. Благодарю тебя. Эта проблема давно меня тревожила. Не хочу, чтобы рану обнаружили по моей глупости. О таком лучше даже не думать. Ты не похож на всех прочих служек Кайроса, которых нам доводилось видеть. Твое терпение и здравомыслие делают тебе честь. И вот еще что, Вершитель. Если ты ее прикончишь, забери все вещи, это очень важно. Только так я смогу быть уверен, что ты не перепутал книгачеев. Кроме того, он запинается с неуверенной улыбкой. Мне бы очень хотелось заполучить обратно свои старые свитки, если, конечно, они у нее при себе. Согласен, это мелочность, но если тебя когда-нибудь обворовывали, ты должен меня понять. Че тебе еще от меня надо? Пока на этом все. Хорошо. Он закрывает глаза и возвращается к своей декламации. Немножко это... Немножко мелочно. Мел... А там мелита. Слушайте, прям в распутье литяны все дороги ведут. Но давайте начнем с вами тогда с чего? Ну, кроме того, что добворуем этих прекрасных, богатых людей. Начнем с того, что сходим, наверное, наверх на ферму. Нам надо было здесь найти эти исследования книгачейки. Ну, посмотрим, что там происходит вообще. Итак. Итак, и так. Тайко. У нас найдется время изучить местную флору? В исследовательских целях, конечно. Вершитель судеб. Она низко кланяется. Добро пожаловать на ферму Раны, единственный источник пропитания в старых стенах. Могу поспорить, ты представить себе не мог, что у нас тут есть такое, верно? Ть, тетя, я во второй Фоллаут играл. Похоже, у тебя есть вопросы, на которые ты хочешь получить ответы. Ты управляешь этой фермой? Да, с тех самых пор, как мы сюда прибыли. Там наверху я была наемница, а здесь вдруг открылся талант к земледелию. Она усмехается. Я рыхлю почву, вношу удобрения, и я даже перепою своим растениям. Я полюбила эту ферму, как своего собственного ребенка. Только в отличие от ребенка, она меня еще и кормит. Эта ферма кормит все поселение? Почти. Бывает, что гвинет таскает что-то с поверхности, но чаще всего на столы еда попадает все же отсюда. У нас тут самые разные овощи, а грибы оказались такими вкусными, что даже не верится, что они растут на дерьме. Еще мы держим свиней на случай праздников. И я слежу за тем, чтобы все работало как по маслу. Одна ошибка, и мы на месяц и сядем на голодный паек, и это в лучшем случае. Растения тут очень капризные насчет воды. Стоит полить их слишком много, слишком мало или не такой водой, а они тут же начинают хереть и чахнуть. Растения всегда так привередливо относятся к воде. Но все растения разные, но с водой у нас тут внизу все сложно. Фильтры яспаса работают для растений с поверхности, вода из них более-менее такая, к какой те привыкли. В его каменных кувшинах из воды выводится все то, от чего люди болеют, а питательные вещества для овощей сохраняются. Но если такой водой полить грибы, то сначала они перестанут сиять, а потом засохнут и станут негодными. Понятия не имею почему. Наверное, питательные вещества с поверхности для них смертельны. Но у махальника вода почти идеальной чистоты, и вот она грибам нравится. Ладно, поговорим потом. Уп. Так. Несмотря на то, что расположены эти грядки в глубине старых стен, в зловонной почве пышно растут монгольды, щелкорни, горчица и клубни-проводы. Это неправда. Фу. Язык заплетается. Простите меня. Морская ярость. Отличное имя. Слабый свет с неба наверху обрисовывает зазубренный силуэт старых стен. Глубоко внизу можно разглядеть мерцающие искорки факелов. Это жители раны. Гладкая синяя шерсть обрамляет плоскую морду массивной зверолюдке. Дергая носом, она принюхивается к вам. Ее кожа там, где вы ее видите, лоснится и блестит почти пиламутовым блеском. Верхняя губа зверолюдки поднимается, обнажая бритно острые зубы. Человек пахнет могуществом мистика камня, кровью земли и силой почвы. Она фыркает. А выглядит маленьким и хрупким, как еще голый детеныш. Для чего человек беспокоит морскую ерость на ее дозорном посту? Я видел здесь самых разных зверолюдов. Сколько племен называют рану домом? Одно и больше одного, как человеческие племена. Но различия сделали нас сильнее. Одно и больше одного, как это? Одно племя. Подранки охотятся на добычу ворони бастарда. Все зверолюды здесь зовутся подранками. Все называли Примой золотую лапу, пока золотая лапа не отправилась в старые стены. Хм, ну ладно, я пойду. Она фыркает и кивает. В основном я пойду, чтобы сохранить свое несчастное горло. Все-таки меня не хватает на такое. Привет, вершитель судеб. Вот уж не ожидал увидеть в такой гнилой дыре судейскую шишку. Я думал, у тебя есть дела поважнее, чем проверять, как тут что растет среди звериного дерьма. Что я могу тебе сделать? Чем ты занимаешься на этой ферме? Раньше в портроль ходила на развалины вместе с бегущей по холмам ее командой. Следила, чтобы незваные гости не совались. Например, нас год назад муженек мой, чтобы ему было пусто, вовремя не вынул и враня одним дармоедом больше стало. Козлиный этот, кто бы сомневался, конечно, палец драку и сдох. Погибели его на части порвали, а я теперь вот. Сиди тут овощи расти, боевые навыки теряй, чтобы пацан сиротой не остался. Она вздыхает. Нет, я не жалуюсь, пацан славный для сосунка. Но до чего же я рада, что наконец его из брюха выпихнула. Тайка поставила меня следить за овощами, и я очень этому рада. Уж не знаю, это после беременности со мной такое или еще почему, но я грибы эти жуткие светящиеся видеть не могу. Наизнанку выворачивают. Она косится на Тайка. Последнее время она суда зачистила. Думает, что я ленюсь, наверное. Все, пока. Я не хочу этот разговор продолжать. Угу, некто клитос, так а нам надо все-таки тайник сознания именно идти. Ууу, свинюшки, а что они не закрыты? Вот этот, как, хлев. Ну, это не хлев, это, получается, загон. Свинюшки, а что можем свинюшкам сделать? Эх, жалко, в Дивините мы могли со свинюшками поговорить. О, нет, черт. Я думал, это будет наша нужная заначка. Резинистые, пахнущие навозом грибы трудно назвать привлекательными, но жители рано ухаживают за ними. Как за самыми драгоценными плодами. Ну, если они действительно на вкус такие обалденные, как их описывают, у меня аж у самого немножко слюнки потекли. Так, все-таки, дело каменщика боится. Нет, нет. Найти хронику на ферме раны бастерда. Вот рана бастерда. Согласны? Ну, то есть, спорить тут бесполезно. Это действительно она. А где-то здесь должна быть хроника. Хорошо, может, еще слунит? Поговорим тогда. О, снова ты. Везет мне, как утопленница. Что я могу тебе сделать? Как ты оказалась вранья? Я сюда попала два года назад, наверное. С клинками-мародерами. С тех пор враньей живу. Что такое или кто такие клинки-мародеры? Лучшие из лучших, разумеется. Наемники из вольных городов. Помимо клинков, есть дом сломленных регентов и еще парочка отрядов. А разве бронзовое братство родом не из вольных городов? Братство? Да эти долбоклевые пусть катятся куда подальше, и там все жопу клюют. Особенно этот их Ромамон, Тарабон, Трампампам. Как там его? Придурок редкостный, психованный, как зверолюдка, обожравшаяся мышиного дерьма. Вот зуб даю, рано или поздно его кто-то из своих прикончит. Я на это, кстати, тоже рассчитываю. Если что, мы можем ждать вместе. Клейтос. Ну, он, скорее всего, Клейтос, но Клейтос. Завидев вас, он распрямляется и расправляет плечи. Не ожидал увидеть здесь вершителя судеб. Я Клейтос, защитник фермы. Он произносит это как титул. Возможно, ты обо мне слышал. Уверяю тебя ни разу. Неа. Ммм, ландри листает в своей записи. Увы. Так это я тебе зачем-то нужен. Под броней этого не разглядеть, но вы уверены, что он поигрывает мышцами. Расскажи о себе, Клейтос, защитник фермы. В расколе родился там же и вырос. Денег в семье не было, в море я не хотел. Вот и взял у руки меч. С тех пор и воюю, до того, как тот оказаться был при доме сломленных регентов. Что еще за дом сломленных регентов? Странно, что ты про нас не слыхал. Мы ж, блин, лучший отряд наемников во всех вольных городах. А если клинки мародеры тебе другое скажут, ты их сразу в баню посылай. Мы одни, кто брал верх над ублюдками из-за плота. Хоть они в этом никогда в жизни не сознаются. На лице проступает кислое выражение. Для раскола это вопрос гордости. Город воевал за независимость. Большой кровью отстоял, но при этом по условиям договора вслух заявлено, что оплот как бы не проиграл. И никто не победил. Поэтому раскольники вечно глумятся, когда слышат про несломленных. Как ты защищаешь ферму? Разве не видно? Боец я. Отличный боец, между прочим. Прям даже досадно сидеть тут на ферме от воющих погибелей вдалеке. Если погибли, здесь не представляют угрозы. Чем ты тут занимаешься? Тайка поставила меня следить за грибами. Она тут все под контролем держит. Въедливая такая жжуть. Стоит хоть разок напортачить. Ханна тебе тут же. Я всего один раз не той водой грибы полил, так она мне все лицо разукрасила. Да, я бы отбился, конечно. А он рассекает воздух ладонью. Или увернулся. А он показательно делает бросок влево. Если бы ждал что-то такого. Он прокашливается. Короче, с подбитым глазом пару недель ходил. Больше такого не повторится. Нет, ни за что. Ладно, мне пора. Он провожает нас взглядом. А, все это здорово. Все это прекрасно. Ну, где? Найти знания на ферме. Вот, ферма, вот. Может быть, вот тут? Может, она их спрятала с другой стороны? Такое возможно? А как туда перебраться? И почему ферма сверху? Ну, хотя, может, им свет нужен? Может быть такое? В принципе, может. Угу. Ну, я думаю, еще кружочек. Сходим по грибам. Может, кто-нибудь заметит какой-нибудь тайничок. Кстати, если скрытно красится, то у нас обнаружение ништячков будет выше. Мы об этом помним, да? Попробуем скрытно краситься все. Выглядит, конечно, клоунски. Как будто мы в песне Майкла Джексону триллер. Ну серьезно По привычке нажимают С Потому что этот ход Кей был В Divinity Вот она как бы сила привычки И похожих игр Не то чтобы игры похожи Но имеется ввиду изметрические RPG Пожалуй на этом их сходство В целом и заканчивается Да Здесь нифига нет Ну то есть можно поискать сквозь капусту Но я что-то сомневаюсь Что она В этой капусте запрятала Свои самые сокровенные Секреты и знания Ладно Кажется Кажется немножко это Не солоно хлебавше мы с вами отсюда уйдем Но зато мы теперь знаем Что мы можем смело идти в эти Старые стены И начинать Творить Дестрой там А сюда мы можем попасть Как-нибудь Не не можем Финально вот здесь еще Поищем немножко Ну Не немножко А просто вот обойдем Кружочком Ага Ничего Тогда пошли вниз Хотя вы знаете Мне бы скорее перед тем Как идти вот сюда Частный дом Какой нафиг Частный дом Это же старые стены Нет Или там реально частный дом Давайте Если это частный дом Давайте Исследуем его Ого Ого Развлекаются Вот этих соломенных гнезд Исходит тяжелая вонь Мускусы и мочи Удивительно Что палатки на западе Расположены так близко Так А вот что-то Это может быть действительно Частный дом Хорошо А как нам в портал-то зайти Оле Мы можем здесь что-нибудь Заюзать как-то это Нет Не можем Может с девчули Надо поговорить Раз она Типа там Охраняет И так далее Может у нее есть идеи Нет В ней Где нет Интересно Ну хорошо Давайте Нарушим Право частной собственности Хотя смотрите Это не единственное место Где такое можно было сделать Ты гадынч Но Никого Из Тех Кто бы с нами стал говорить Здесь нет Страна Где Где нам тогда Искать эти чертовы записки А Хорошо Вот здесь есть еще один Частный дом Давайте уж заглянем Чтобы мы точно знали Что вот Мы сунули нос Во все дела В которые только могли Сунуть наш нос Ну иначе Вдруг здесь будет Этот свиток Например Ага Здесь тоже с нами Особо никто это Не собирается Задушевные разговоры Вести Но Хорошо Ограбим их И пошли отсюда Как я понимаю Пока что Тогда Сделать нам Здесь особо Нечего Я как-нибудь Попытаюсь Найти Где на ферме Эти штуки Но Вы видели Мы ходили тихо Мы ходили Кругами Поэтому О Слушайте А тут еще Есть Какие-то Местечки Ладно Поэтому А где мы находимся Вообще Вот здесь Шпиль авроры Сколько сюда идти Два дня А ближайший Шпиль Получается Будет Шпиль заката Да Два дня Четыре часа А покажите мне Все-таки Блин Вот неудобно Что не показывают Прямой путь Хорошо Вот так вот Если мы пойдем А Стоп 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 А остановиться Можно как-нибудь Нет Ладно Но с другой стороны Прыжок между шпилями Стоит нам всего лишь 15 минут Так что ничего страшного Что ты для нас Можешь изучить Исследуй предметы Да Да Исследуй предметов Безмолвный архив Исследования предметов Давай вот так Кто-нибудь здесь с нами Торговать Вот Торговать Что у тебя есть Прицельный дождь Мы знаем это Мы это знаем Так У нас кстати с деньгами Не очень хорошо Давайте сейчас Загоним Всякую шляпу А тут Всякой шляпы Набралось Не знаю На нормальную Такую сумму Зеленые Это вообще Смешно Вот Смотрите Тут Доспехи Ладно так и быть Все нафиг идут Это оставим О А вот всякие ценности Тоже загоним Потому что Они ценности Предназначены Для того Чтобы их Судя по всему Загоняли А Страница обличения Это тоже оказывается Просто ценность Ну Хорошо Пинч 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 Неплохо Так под деньгам Мы с вами Поднялись Теперь осталось Найти того Кто нам А Потренироваться Блин Мы не можем Нам уровень нужен Барик Давайте Ладно Барик Опять знаний кинем Пусть будут Ноксия Ноксия Тоже Возможно Тот Кто нам нужен А Нет Не тот Кто тут Нам Ништяки Добывает Скажите мне Ну что Это Эрастус Мы Как бы Обошли всех О Что-то Для меня Изготовил Друг Свитки Отлично Гроза Победителей Аэрастус Тренер Ладно Тогда Давайте По шпилям Попрыгаем У нас Еще Горный Шпиль А там Ничего Это Наш Первый Тогда В Аврору Потому что Вангу Что Везде Нам Что Нить Кто Нибудь Добыл А Хотя На Горном Шпиле У нас Ж Это А Чувак Тут Ты уже Закончил Ковать То что Обещал Вот Он Нагрудник Командира Ага Давайте Ка Фуги Это Все Заберем И Посмотрим Что Мы С ним Можем У него Есть Властность Изменяет Способности А Это Наша Перегруппировка Ну А Есть Смысл Выгрейдить Короче Ух ты А у нас Откуда Эта Штука Легкая Кожа Превосходная Кажется Это Будет Лучше Чем Наша Штука Да Но Если Мы Его Заапгрейдим Ну Ка Давайте Попробуем Так Улучшим Еще Улучшим Ай На шкур Не хватает Так Ладно Но Мне кажется Что Оно Уже Зато Там Есть Добро С Кулаками При Получении Критического Попадания Выносливость Кручения Ла Ла И Быстрый Мертвый Испускает Поток Смертоносной Энергии Пропитанный Яростью Фуги По отношению К убийцам Ее Сестер А Это Фугина Ладно Давайте Тогда Фуге Это Дадим Ну Раз Это Ее Действительно Чего бы Нам Чего бы Нам Ей Это Не Отдать Ладушки Доспех Я хотел Улучшить Еще Давайте Попробуем Его Паковать Тынч Тынч Так Вот И теперь Ну Довольно Таки Серьезно Давайте Его Здорово Но только Ребят Давайте Это Соберем То Что Вы Нам Нашли Ты Товарищ Что То Для Меня Изготовил Друг А Мы Забрали Все Сразу У Этого Чувака Окей Тогда Что Нибудь Есть В Нашем Океанский Шпиль О Горный Шпиль 17 И Шпиль Зари Хорошо Давайте На Шпиль Зари Тогда Сходим Этик Туда Так Кто Из Вас Мне Тут Вручит Наши Ништяки Есть Что То Интересное О 12 Шкур Кайф Тогда Мы Сможем Фуге Ее Эту Штуку Улучшить Кажется Это Все Что Нам Нужно Было Давайте Еще В Океанском Заберем Нет Давайте Вернемся Назад Сразу Вот Пока Я Не забыл Просто Фикс Кстати А у нашего персонажа Есть Что Что Мы Можем Смело Улучшать Дальше Тяжелый Кожаный Доспех Если Мы Улучшим Отражение И Броня Так Хорошо А Ботинки Фигня Все А Что Может Чувак Нам Изготовить Давайте Посмотрим Что У Него В Меню Есть Ботинки Ночного Хода Ботинки Ночного Ходока Вернее Вроде Вроде Прикольно Че Надо Накидка Гончего Хорошо А где Мы Возьмем Накидку Гончего Непонятно О Посох Кайрна У О Ха А что Он Дает Плюс Два Ксиле Перчатки Алхимика Не Надо Нам Управление Жизнью Одеяние Иерархов О Плюс 10 Ко всем Навыкам Категории Магия Слушайте А это Деду Как раз Вот это Деду Мы Сделаем Вот Деду Подарок Такой Подгоним Стоп Давайте Вернемся И тогда Если у нас Осталось Еще Остались Куски Шкуры Остались Да Да Нет Не остались Хорошо Океанский Шпиль Теперь Океанский Шпиль Алхимик Амбро Ты мне Тут Что-то Для меня Изготовил У Да Ты просто Мне праздник Решил Устроить Друг Ты Просто Порадовал Меня Кстати Лечилок У нас С вами Прям Хорошо Так Стало Да Прям Душевно Почему У нас Все Это Кстати Не Снаряжено Давай Дядь Тебе О Деда Дофига А Максимум 10 То есть Мы Сейчас С вами В принципе Можем Так Это Зафигачиться Что Даже Больше И носить Не Сможем Ха Ну По крайней Мере Смотрите Как У Фуги Тоже Сейчас Лимит Будет Достигнут Те Не Надо Вот Тебе Пригодится Так И Товарищ Барик Бедный Барик Короче Не Снаряженнее Всего Мне Торговец Нужен Ребят Был Б Конечно Прикольно Если Все Как В Стандартных Местах Стояли Что Есть На Продажу Барик Барик Отдайте Вот Прекрасно Ну и Барик Тоже В общем То Неплохо Барик Отлично Снаряжен А вот Это Вот У нее нет Больших У нее есть Большие Зелия Вообще Шикардос Слушайте А что Мы можем Изготовить Посмотрим Может Что Нить Еще И Зафигарить Сможем Интересное Ноль 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 Ну Не Очень Ты Хотел Окей И Еще На Наш Шпиль Вернемся Ну Наш Имеется Ввиду Горный Шпиль Наш Первенец Наш Я так Вангую Что Здесь У Чуваков Для Нас Что Нибудь Есть Вот Плю Бас Есть Реваст И Что Невое Появилось Опа 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 Ну Конечно Привалы Для Лагеря Не Нужны Мне В Таком Количестве На Продажу Есть Что Нить Свитки Мне Нужны Свитки Дядь Я Пришел К Тебе За Знаниями А Ты Мне Предлагаешь Какую Шляпу О Такого Нет У Нас Такого Нет У Нас Нормально Смотрите Мы Нашли Стоп Вот От Есть Правильно Этого Нет Этого Нет Ну Уже Что То Слушайте Чпок Чпок Ну Ладно Я Попробую Еще Раз Вне Эфирного Времени Чтобы Ваше Время Не Тратить И Когда Найду Мы Вместе Найдем Эту Штуку А пока Что Спасибо Миша Лебедеву Миша Феменову Андрею Фиолетову Евгению Глебову Дахармсу Алексею Смирнову Просто Эду Сергею Кайну Рокке Бальбову Антону Цару Брату Монзо Серджу Атерадоро Фесту Кдв 45 Рус Дарья Кравчук И Глеб Сахарова За то Что Тебя Продолжают Поддерживать Канал Всем Вам Огромное Спасибо Что Игру Проходите Вместе Со Мною А мы С вами Свидимся В следующем Эпизоде Пока На этом Все Всем Удачи Счастливо До